Немцы действительно показывали самый сбалансированный футбол на чемпионате Европы, но не всегда так бывает, что команда, которая показывает самый качественный футбол, в итоге добирается до финала, и этот финал выигрывает. Такой большой футбол. Есть два игрока из Хала, есть футболист West Ham United из английской премьер-лиги. Опасно! Есть Мюллера. Мюллер как раз благодарит товарища за этот пас. Действительно, никто драку не мешал, и Мюллер пытался головой срезать. И об этом Юрхем Лёв говорил, и футболисты. Но есть какие-то моменты, которые нужно подкорректировать. Томас Мюллер прострел в штрафную. Вот один из этих моментов. Немцы очень пугли. Вот вся четверка и оставляют совершенно свободными фланги. Йонасу Хектору это очень нравится. Томасу Мюллеру, как мы видим, тоже его передача пошла в штрафную. Великолепная. В общем, обступили, обступили футболисты Бундескин. Сейчас штрафную сборной Германии. Передача. Это была передача. Хедира. И Озил сам не бьет. Посмотри, какой пас. Какой пас на Мюллера. И Мюллер забивает. Затолкали мяч. Да, затолкали. Вот Мюллер все-таки как магнит. Мяч даже сейчас непонятно, каким образом делается чемпионат мира. У Мюллера по-другому идет игра. С первых минут буквально. Но смотри, как вот здесь. Не попал по мячу, но все равно он к нему отскочил. Даже там Лёша пытался сыграть защитник сборной Норвегии. Ничего у него не вышло. Мюллер с левой ноги пробил. И смотрит, как предательский мяч в дальний угол запрыгал. Смотри. Пум. Трым. Пум. И все. И туда, в уголок. Мяч упакован. 1-0. Сборная Германии повела. Я бы еще отметил здесь, конечно, ты уже это сделал. Но еще пойти штрафной, чтобы прочувствовать этот момент. Вот сейчас и в сборной Германии у него то же самое получается. Знаешь, итальянская пресса, но об этом хочет. Потому что еще одна атака сборной Германии. Выручает свою команду Ярстейн. Но Германия играет в какой-то степени даже по-испански, да? По-прежнему. И вот момент. Возможно, это происходит по психологическим причинам. А вот сейчас, извини, опасный момент. Удары выше ворота. А почему же не отдал-то? Диоманде. Правила были нарушены. Лёхим Лёв перед матчем сказал такую фразу. Мы приехали в Норвегию не для того, чтобы любоваться красивой природой. Действительно, Норвегия одна из самых фотогеничных стран в мире, наверное. Но Лёхим Лёв обещал приступить в ситуацию. Насколько мощный и плотный был удар, как мы понимаем. И здесь контратака сборной Германии. Хорошая передача на Юлиана Дракслера. Он на левом фланге. Дальше в штрафную на Озил. Озил. Великолепно, если бы прошла. Если бы прошла вот по геометрии, да? Как расчертили здесь немцы. И Мюллер. У него обычно такие передачи проходят. А Гёкса забил бы, как говорили бы тренеры тогда, дешевый гол в пустые ворота. Но, к сожалению, мяч попал в ногу Али Сами. На чужой половине поля и мяч отбирают у норвежцев. И Гёцзе дальше вперед. Дракслер. Здорово из ворот выходит Ягстер. Ему расстояние, чтобы мяч подкинуть над голкипером. Он его дальше. Снова Германия в атаке. Кимих на правом фланге. И вот сейчас пошел прострел. Мюллер бьет головой. Вот на Мюллер. Ну, это еще с португальцем тоже. Который лечится. Но это не типичные форварды. Есть в юношеских сборных Германии интересные ребята. Есть Мануэль Нойер, который может сыграть где угодно, по-моему. Действительно, это вариант. Вот представь сейчас впереди. Был бы Марио Гомес. Всегда был бы этот вариант. Отправляй в штрафную. Как здорово, Кимих. 2-0. Вот даже и Марио Гомес не нужен. Даже и Марио Гомес не нужен. Потому что есть Месуту Зил, который вот такую перед сборной забивает. И надо, чтобы он был таким красивым. Это даже не Марио, даже не Узил, а Томас Мюллер. Как быстро сориентировался. Как быстро отдал эту передачу. И как точно и здорово, и хлестко пробел ее с отгибами. Да, у Ягста не было ни единого шанса. Вот такая вот баварская связка организовала этот гол. Скидка Мюллера. Рывок Кимиха. И удар. Ну, в теле лавну. Сам пошел в штрафную. Правда, бьется прижатки целой линии. Федира. Ну и все, уже надо подавать. Потом Федира. Удар головой. 3-0. В пользу сборной Германии. Снова Томас Мюллер. Кто еще? Да, и вот непонятно. Как Томас Мюллер все время, оказывается, там гировской сделали немцы. Ну, подача удобная, на которую надо выйти. Весь вверх, казалось бы, сняли норвежцы в первом тайме. Ну, вот здесь хороший навес на опережение. И, пожалуйста, вынимайте. В самой удобной точке его ловит Томас Мюллер. И забивает свой очередной гол за национальную сборную. Не зря тут приводил статистику, что один Томас Мюллер. Заставляя их вот сюда пробежаться. А может быть, игроки сборной Германии. Добро пожаловать. Минация довольно неожиданно. Он сначала попал в предварительную заявку сборной Германии. Я думаю, что, конечно, конкурировать с немцами на данном этапе невозможно. Бранк. Нашел себе место на поле. Смотри, какой дриблинг и удар в дальний угол. Вот так вот. Бегать. А это хороший удар. Действительно хороший удар. Такой с наклевчиком, да. Все, уже опустошенные и неверящие в свои силы. Бранк. Четвертый забьют. Нет, вратарь. Вратарь. Иначе. Они ожидали какой-то такой атмосферы веселой, громкой, шумной. Но болельщики...